Ранее в этом разделе мы видели, что для простого электродного процесса скорость или поток реакции определяется выражением. Это уравнение показывает, что при произвольном потенциале, наложенном на рабочий электрод, суммарный поток и, следовательно, ток представляет собой баланс между током восстановления из-за добавления электрона к веществу А и током окисления из-за удаления электрона из вещества В при экстремальных потенциалах, например, можно пренебречь тем или иным членам. В таком случае для процесса восстановления получаем, а для окисления, соответственно, отсюда следует, что при условии, если концентрация вещества А и В существенно не изменяются, по сравнению с их постоянными объемными значениями, получаем, где и РЭД, и ИОКС, соответственно, токи восстановления и окисления. Графики, построенные в координатах логарифм тока потенциал, это так называемые кривые тафеля, с помощью которых можно получить информацию о величине коэффициентов переноса. Обратите внимание, что для получения коэффициентов переноса необходимо, чтобы концентрации веществ А и В оставались постоянными во всем диапазоне исследуемых потенциалов. Это является значительным ограничением. Соответственно, мы вернемся к анализу кривых тафеля в третьем разделе после обсуждения диффузии. Продолжение следует...